Традиционно посещение цитадели начинается с возложения цветов к вечному огню. Эта общая трагедия, Великая Отечественная война, стала не просто фрагментом общей истории. Два народа объединяет память и общая боль за тех, кто погиб, оберегая каждую пять большой родины. Очень интересное место. И в то же время это место нашей памяти, нашей общей истории, нашего общего будущего, можно сказать. И только вместе мы можем что-то здесь делать, на мой взгляд. Нелетная Брестская погода не стала поводом для того, чтобы отложить дела. Наоборот, вооружившись техникой и дождевиками, одевшись и обувшись поудобнее, представители российских средств массовой информации задавали интересующие вопросы экскурсоводам. Делали снимки исторических диорам и редких экспонатов. Впечатлений много. Особенно российских гостей удивил белорусский подход к увековечиванию, когда история становится ближе к человеку благодаря наглядной визуализации и объемности. Мне всегда нравится, особенно в музеях, когда есть что-то такое трехмерное. Когда не просто это какие-то картины, рисунки, а вот оно переходит к нам сюда в реальность. И вот это мне действительно очень нравится. Пытаюсь, что уже ощущаешь экспонаты ровнее себе. Они тоже живые, они застыли в определенных позах. Ну и вот хочется поймать кадр, как будто они живые люди. Ты, конечно, не можешь им там приказать, повернитесь. Еще приходится двигаться самому. Это интересно. Общая история и общая память. Эти слова прошли через призму всей экскурсии по мемориальному комплексу. Большая часть новых экспозиций здесь создавалась за счет средств союзного государства. Сегодня российские представители СМИ видят свою задачу в том, чтобы посредством материалов и публикаций привлечь в эти места как можно больше туристов с детьми. Эта память им нужна сегодня особенно. Сюда надо привозить детей. Надо привозить детей, надо организовывать экскурсии. И нужно выстраивать вот это общение, чтобы дети школьного возраста, младше школьного возраста и средние, и старшие, наверное, тоже, чтобы они сюда приезжали и смотрели. Потому что по учебникам, по фильмам это все очень сложно понять. Это прочувствовать сложно. А когда стоишь перед монументом, да, совершенно другие эмоции, другие ощущения. И в музее тоже, естественно. По итогу пресс-тура на страницах российских печатных изданий, интернет-порталов и в эфирах появятся рубрики и материалы, которые расскажут зрителю и читателю больше о белорусской истории и традициях. Кстати, побывав здесь однажды, многие представители российских СМИ уже задумались о новых визитах в Беларусь для более тесного и детального знакомства.